Добрый вечер. А теперь о главном. Вчера Диорг Кругенеш обсудил новый проект закона о референдуме, представленный депутатом Аклбеком Дяпаровым. Он аналогичен проекту, который в апреле представлял Курман Кулзулушев, предлагая провести 4 октября вместе с парламентскими выборами и референдум о форме правления. Аклбек Дяпаров сейчас реализует инициативу, предложенную 23 ноября Садыром Дяпаровым. В парламенте лежит проект закона, подготовленный, если не ошибаюсь, год назад депутатом Курман Кулзулушевым. Он предлагал вынести на референдум вопрос, желает ли народ президентское или парламентское правление. И это действительно надо решить с помощью референдума. Я бы предложил вынести на пребисцит еще второй вопрос. Желает ли народ партийные выборы или смешанные, когда часть депутатов будет избираться по одномандатным округам? Вот о чем надо спросить мнение народа. Парламентский комитет по конституционному устройству, глава которого Канад Киризбеков уже некоторое время находится за пределами страны, одобрил законопроект методом опроса. А замещающий Киризбекова депутат Нурбек Садыгалиев отчитался, что комитет предложил направить законопроект на голосование в первом чтении. Однако у некоторых депутатов во время пленарного обсуждения вчера возникли вопросы. Вот только что коллеги спрашивали, если форма правления в Конституции будет изменена, у президента станет два срока по пять лет. Сможет ли тогда президент, избранный 10 января, участвовать в новых выборах? Так как автор законопроекта точно не ответил на этот вопрос, а стал говорить про то, что пусть пройдет референдум, пусть конституционное совещание подготовит проект, а потом пусть решает вновь избранный парламент или нынешний, если он еще будет к тому времени заседать и так далее, если нынешняя конституция останется в силе или будет принята новая и так далее, ответил сам Нышанов. Точно ответ уже сейчас есть. Наша Конституция говорит, что человек может избираться президентом только один раз. Но есть вопрос, если кандидат будет избран президентом 10 января, будет ли он иметь право участвовать в выборах после изменения Конституции? Избранный по сегодняшней Конституции президент не может участвовать в новых выборах, потому что в Конституции ясно записано, что он избирается только один раз. Вопрос во время дискуссии так и не прояснился, хотя примеры в современной истории были и есть. Например, Оскар Акаев был избран президентом в парламенте в 90-м году. Затем через год, в 91-м году, он переизбрался на всенародных выборах. После этого в 93-м году была принята Конституция, и он оказался как бы нелегитимным. Однако досидел до конца срока, после чего был избран еще дважды в 95-м и 2000-м годах. Ошибка Акаева была в том, что сразу после принятия Конституции в 93-м году надо было провести новые президентские выборы. Например, Вацлав Гавил был избран президентом в 89-м году. Затем через год, в 90-м году, так как к тому времени был избран новый парламент. После этого в 93-м году Чехословакия была разделена на два государства, и Гавил в том же 93-м году был снова избран, и после этого на второй срок в 98-м году. Если следовать примеру Гавила, который считается эталоном демократии, президент, избранный 10 января на 6 лет, должен провести новые президентские выборы сразу после принятия новой Конституции, так как его легитимность упадет. Новые выборы могут быть проведены уже в 2021 году, и тогда он может избраться президентом дважды на два пятилетних срока. Всего его президентство продлится не 10 лет, а, может быть, 11 лет. Гавил пробыл в должности президента 14 лет, хотя по Конституции должен был быть главой государства 10 лет, два срока по 5 лет. Акаев пробыл в должности 15 лет, всего на год дольше Гавила, однако чешский президент считается истинным демократом, а Акаев – узурпатором. Проблема в том, что Акаев мог быть избран президентом еще и в 95-м году. Он обещал, что не будет баллотироваться, но ему уже никто не верил. Новому хоргатскому президенту лучше брать пример все-таки не с Акаева. Это была программа о главном. Ее вел я, Наран Айеб. Всего вам хорошего и до свидания.